Девушки отдыхают Это те вещи, о которых говорит ведущая нашей программы Неочевидная, но вероятная Нина Бастет, которая сегодня в студии Здравствуйте, Нина Здравствуйте, Анатолий Здравствуйте, дорогие друзья И я очень рада быть здесь еще раз И давай Сначала объявлю тему А тема звучит так Секреты молодости Или как использовать вселенскую энергию Для долгой и здоровой жизни Есть ли разница между мужской и женской энергией И что нужно делать мужчине И что нужно делать женщине Вот такая у нас интересная тема Но вначале я хочу сделать объявление Потому что осталось очень мало времени Очень мало мест А 21 июня Это день летнего солнцестояния Это один из самых сильных энергетических дней года Испокон веков Женщины, ведуньи На чьей энергии держится счастье семьи Сила и успех ее мужчины И ее личное здоровье и молодость Проводили ритуалы для наполнения себя женской энергией С 21 по 23 июня в Вискансине Будет проходить женский ретрит Для оздоровления и наполнения себя женской энергией Этот ретрит поможет участницам Укрепить себя Улучшить свое здоровье Улучшить отношения в семье Привлечь к себе любовь, если ее еще нет И хорошо отдохнуть от своих каждодневных забот Если вас это интересует Осталось мест очень немного Потому что группа очень маленькая Звоните за информацией 224-688-0155 224-688-0155 Будет очень интересно И это поможет осуществить ваши мечты На этот год Этлест Поэтому присоединяйтесь Скажу тебе честно Это один из тех немногих случаев Где я жалею, что я не женщина С удовольствием сам бы поехал Хотя бы отключиться можно Хотя бы, да Просто вот ты когда говоришь Хорошо отдохнуть Это самое главное Но на самом деле не каждый человек Захочет, может быть, делать то, что мы будем делать Потому что немножко рано можно встать некоторым Там позже поздно лечь Может быть, не нужно людям Кто-то медитировать А кто-то просто хочет Просто быть на природе Получить удовольствие Просто от того, что вот Поменять место нахождения Да, абсолютно И уже научиться чему-то тому Чему я могу научить людей Для того, чтобы они использовали это дома Давай мы сделаем так Перед тем, как ты начнешь свою тему Номер телефона в студии 847-400-5200 Пожалуйста, звоните Если у вас есть вопросы или комментарии Ну, а Нина пока начинает свою тему И будем вести обсуждение Прошу А говорим мы сегодня об энергии Так как вот Рестрит тоже связан с энергией Почему? Потому что энергия это То, что мы получаем от Вселенной Или то, что мы имеем в себе То есть, что такое вообще энергия Мы все время ее используем Это слово То есть, вот кто-то говорит У нее такая энергия классная Или у меня нет энергии Или у меня много энергии Или у этого там камня Или от этого места идет такая энергия И что такое эта энергия С чем ее едят? Скажи мне, а есть разница Между понятием энергии и энергетики? Ну, наверное, нет Я думаю, что нет То есть, когда говорят там Да, вот идет хорошая энергетика Энергетика это энергия То же самое, да То есть, люди имеют в виду то же самое А вот энергия это на самом деле То, из чего состоит вся Вселенная Это то, что невозможно потрогать Невозможно почувствовать Но возможно почувствовать, да Это первооснова всего сущего Это наши мысли Это наши действия Это наши эмоции Это, конечно, не то определение Которое мы учили в школе Или там, которые говорят о том Ученые, как смотрят на это То есть, ученые говорят так Энергия это мера движения материи То есть, они постоянно Привязывают слово энергия к материи А энергия существует вне материи Никакого, в принципе Та энергия, о которой мы говорим Жизненная энергия То есть, ученые говорят Что есть тепловая энергия Механическая, электромагнитная, химическая Об этом мы знаем В физике учили кучу законов Закон, как он называется Сохранение и превращение энергии Что ничего в мире не исчезает Только в мире переходит Из одной вида энергии в другую И я уже, честно говоря Даже не знаю, ли это правда То есть, на каком-то уровне Для тех, кто в это верит Наверное, да Но мы об этом не будем сейчас Уделять именно этому внимания Но мы, я, потому что На самом деле, что же мы с этим можем делать Можем ли мы действительно используя эту энергию Мы, это кто? Есть разница между женской энергией и мужской энергией Абсолютно То есть, когда мы говорим Можем ли мы Мы можем, но по-разному По-разному Просто по-разному Есть ли разница между энергией В ванной комнате или в кухне Которую, воздухом, да То есть, ведь воздух Наше тело состоит из энергии Мы уже говорили много раз о том, что Пустоты нету Да То есть, да 80% нашего тела состоит из воды 80% этой воды состоит из пустого пространства То есть, что такое это пустое пространство Да Что такое наши мысли Что его наполняют Да, конечно То есть, все это наполнено энергией То есть, воздух в кухне И в ванной комнате И в спальне И на улице И возле моря И возле океана Отличается, да Конечно Я понимаю, что физики могут говорить Там заряженные ионы Там хвоя наполняет Нет, ну слушай Что угодно можно подвести научную основу Правильно? Абсолютно Но, тем не менее, да Это энергия, которая То есть, вот твоя энергия и моя энергия Где-то возле на Где-то мы пересекаемся Но где-то же есть граница, да Моего поля, твоего поля Ну, конечно, да То есть И она разная И, кстати, когда нарушается это поле Это хорошо или плохо? С точки зрения С точки зрения Вот, духовной С точки зрения Ты знаешь, смотря, как оно нарушается То есть, у каждого человека Есть энергетическая оболочка Которая его защищает Вот То есть, ну если я тебе посылаю любовь Это хорошо или плохо? Хорошо, да? Хорошо, знаю А если кто-то тебе посылает какую-то гадость Негативную энергию Негативную энергию Это плохо То есть, все зависит от того, что посылают И куда тебя пошли Да, да, да Куда тебя, да Как далеко Как далеко, да А вот в китайской медицине И вообще вот Даосской, китайской медицине Они говорят слово энергия И он придает ему тому огромное количество Огромное значение И это именно то, что помогает нам жить Эту энергию мы Я думаю, что многие люди слышали Она называется или чи, или ци И именно все состояние нашего тела Связано с этой жизненной энергией То есть, у них теория такая Мы приходим с определенным запасом этой энергии Эта энергия хранится в почках И вот, когда есть определенный стресс Определенные болезни Истощение идет энергии ци Если ее не пополнять То отсюда происходят болезни Ну, почки это вообще один из самых главных органов Мы об этом знаем, да? То есть, истощение ци почек Это состояние, например, которое называется Упадком сил Его симптомы Вечная усталость Темные круги под глазами Отсутствие сексуального желания Всякие разные болезни На психологическом уровне Это бессилие порождает тревожность Страх, разложительность То есть, почка это место хранения Это резервуар И поэтому, если тело Если человек не занимается определенными практиками Живет неправильно Не обязательно Да, духовными Да, энергетическими Давайте правильно скажем Энергетическими практиками Или живет неправильную Не ведет неправильный образ жизни То эта энергия просто расходуется И человек в какой-то степени умрет Потому что энергия просто раньше умрет Откуда получаем мы энергию? Ну, наверное, мы думаем Что первое, с чего мы должны получать энергию Это из продуктов питания И если бы мы жили в чистом климате В чистой, в хорошей среде Как жили наши бабушки, наверное, прабабушки То да, они получали очень много энергии Из продуктов питания Нужно понимать, что энергию, которую мы получаем Из продуктов питания Во-первых, недостаточно Во-вторых, это не тот вид энергии Потому что энергия есть Энергия не бывает плохая или хорошая Но вибрации, которые вот Эта энергия, ее, наверное, можно различить по вибрациям Вот чем разница там в этом месте воздуха И здесь, и в другом месте Чем энергия от тебя отличается от энергии Моей энергии, да? Именно вибрациями То есть вибрация, это чистое, это физическое название То есть мега-херцы, херцы и так далее Герца, чистота, вибрационная частота И Та пища, которую мы едим вообще по ведам По ведической, то есть это индийская метод веды Это аюрведа, мы все, наверное, слышали Это одна из самых старых наук о здоровье Вот аюрведы считают, что вообще мы, скорее всего, мы Нормальные люди обычного запада Питаемся мертвой энергетикой Ну, во-первых, мы едим мертвое мясо Но самое главное даже Это одно из главных Но это самое главное еще другое Мы кушаем консервированные продукты Мы не готовим еду себе каждый день, каждый раз То есть если еда, считается так Если еда, которую ты приготовил, простояла больше трех часов Энергетика мертвая Ну, кто может себе сегодня, как много людей Могут сегодня себе позволить иметь там кого-то Ну, типа кухарку А желательно А желательно, чтобы это готовила жена Потому что жена, готовя это, все-таки вкладывает Наполняет ее Наполняет ее Наполняет именно то, о чем мы будем говорить дальше Все-таки что же делает женщину женщиной Но тут есть вопрос Вот когда мы говорим об энергии от пищи Мы говорим о физической энергии Или, опять же, мы говорим Потому что физическая энергия То есть мы получаем силу, допустим Да, от того, что мы едим и получаем там Ну, не только силу силы Это часть энергии Конечно, это энергия Это, в принципе Другой вид энергии То есть, вибрации другие Просто другие вибрации более низкие, например Мы получаем энергию через дыхание А как мы дышим? А, ну самое главное про еду Я не закончила Ведь мы не получаем Кроме того, что мы не получаем Количество Вообще Для того, чтобы дополниться энергии Нужно иметь правильные минералы Витамины А земля наша пустая То есть, земля не пополняется Мы получаем В основном мы едим химические продукты Генетически модифицированные продукты Как бы мы не хотели там верить Что мы покупаем органическое То есть, в каком месте органическое Это поле, например, с нитратами А рядом у него поле более органическое То есть, ну как бы Это способ больше даже заработать деньги Чем на самом деле Да, то есть, это коммерческий способ Коммерческий способ Поэтому я, честно говоря, вот в эту органику Не очень верю Ну, звучит хорошо Звучит хорошо То есть, если нет Если ты можешь себе позволить Все органическое То, наверное, на какой-то процент У тебя лучше здоровье Мы пьем неправильную воду Мы пьем воду, которая делает Кислотный баланс Очень Закислачивает нас Дополнительно еще к тому Что мы кушаем мясо Нездоровые продукты И так далее Следующий вид Откуда мы? Через дыхание Но мы неправильно дышим То есть, наше дыхание В основном очень неглубокое То есть, мы дышим очень Как это сказать Очень поверхностное дыхание И то есть, мы не наполняем себя Весь свой организм кислородом То бишь, энергией Столько, сколько нам нужно Сколько требуется Сколько требуется Это абсолютно точно Многие из нас Ведут неправильный образ жизни В том смысле, что мы ложимся поздно спать И мы не Особенно женщины Не получают Правильное количество Сна Да? Отдыха Отдыха и сна Женщины работают Вместо того, чтобы заниматься Домом, семьей И так далее Мы об этом поговорим дальше Хорошо ли это или плохо Да? Но для кого-то хорошо И поэтому вот это вот все Это то, что дает нам Огромный стресс То есть, это стресс На физическом уровне То есть, не только физический стресс Что мы получаем от Как мы говорим Стрессовых ситуаций Да Но это дает стресс нашему Конкретному телу Нашему физически Каждому органу нашему Потому что мы не наполняем себя Той энергией Которая была Которая была задумана 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 Богом Да? Будем называть это Богом Кто бы это Кто бы это ни был Ну, Бог Да, высшие силы Также печень Печень очень важный орган Нашим Каждый орган Бог не придумал Ни одного органа Который не важен Но наши бывшие соотечественные Вообще забывают Что им дается Одна печень На всю жизнь Поэтому Серьезно Я знаю людей У которых поменяли печень Но взяли Как мы в прошлый раз говорили Вместо того, чтобы вылечить Там вырезали роботу Поставили новое От этого этот человек Добрее не стал И меньше пить тоже Да, я человеку говорю Он, кстати, не пил Вот я видела человека Который Я думала, он пошутил Я не думала, что печень Вообще менять могут А он говорит У меня типа новая печень Я говорю Ты, наверное, был очень злой Он говорит Я и сейчас очень злой Жал, чем много Да, печень Это серьезная Печень отвечает за распределение энергии То есть накапливаем в почках Распределяем печень Если печень происходит застой энергии То, в принципе, работа всех органов нарушена А на сколько У нас Что мы кушаем Что мы едим Это не надо говорить о том, что Мы едим жирную пищу И поэтому у нас плохая печень Ну Давайте правде в глаза посмотрим Не только Не только жирная пища Влияет на На нашу пищу А еще когда эту жирную пищу Запивают стаканом водки Да Ну водка вроде бы Роди бы она там ее растворяет Да, да, печень А лучше кока-колой Растворяет печень Печень растворяет Вместе с едой Вместе с жиром То есть Что же нужно делать Для чего Все-таки Для того, чтобы более быть здоровым То есть Есть очень много практик Вот это, кстати Именно то О чем Мы будем Говорить Именно вот на этом ретрите То есть Я буду учить женщин Как наполнять себя Этой энергией Вот в нашей Стрессовой ситуации Нашем При плохом питании Ну Неплохом Ну Не очень полезным Не очень полезным Там Кстати Этот ретрит Будет иметь Абсолютно Это будут разгрузочные дни То есть Женщины У нас не будет Ни мяса Ни рыбы Я думаю Что два дня Можно продержаться без этого И то есть Этот вот ретрит Будет не просто Отдыхом Это также будет разгрузочным То есть Хотим похудеть Вот прекрасное начало похудения Постройнение Слово похудеть А слово худо Я пытаюсь его Как можно меньше использовать Мы будем медитировать Мы будем медитировать Что такое медитация Люди боятся этого слова А на самом деле Медитация Это просто Отключение от мира То есть И все Все могут медитировать Освобождаешь мозг От всяких проблем Учим Мозг Учим мозг Не Не иметь Вот это Как мы назовем Monkey brain Которые все время По сотне Сотню мыслей В секунду Да То есть Это Я научу женщин Делать это 15-20 минут В день Для того Чтобы просто Сбалансировать Свою энергию И иметь возможность Жить дольше Моложе быть Но вы же Ты же будешь Не только Объяснять Вы же будете Практиковать Это все Конечно Женщины получат Урок Да Которые Они должны Они уже Его воплотят В жизнь И они могут Пожалуйста С удовольствием Использовать Это То есть Очень будут Легкие Практики Которые Человек Научится Женщина Научится На этом Ретрите То есть Медитации Вообще Знаете Что Медитации Это очень Важная Вещь Которую Нужно Нам Западным Людям Внести В свою Жизнь И молодежь Это знает То есть Люди Сегодня И уже Очень Очень Много Людей Присоединяются В группе Медитативных Практик Медитации Кстати Вы знаете Что Медитации Останавливали Войны То есть Была Война На Ближнем Востоке Была Объявлена Медитация И колоссальное Количество Людей Зашли В медитацию И И остановили На пару Часов Войну То есть Как бы Именно Тем Что В тот Момент Когда Они Медитировали Для Остановления Войны А вообще Медитацию В западных Странах Проводилось Множество Исследований О влиянии Медитации На организм Человека А медитация Это с чем Связана Именно С энергией Так вот Результаты Оказались Очень Серьезными В результате Регулярных Медитаций Увеличивается Содержание Серого Вещества В отделах Мозга Которые Отвечают За обучение Память Самоанализ И Сострадание Практика Помогает Снизить Потери Серого Вещества То есть Это Приводит К Омоложению То есть В результате Старения Человек То есть Даже Если Ну Возраст Идет Но человек Оставляет Сохраняет Свой ясный Ум Светлую Память Даже в старости Мы же Говорим о том Что да Вот эти все Болезни Алзаймер И вот эти Вот страшные Болезни Которые Много К сожалению Очень много Большое количество Людей болеют Болеют Ведь очень умные Люди На старости Именно вот Чем умнее Был человек Тем как бы Они говорят о том Что еще больше Вероятность Этого заболевания В старости А вот Именно медитация Помогает Избежать этого Потому что Так ум Он будет ясный И светлый Даже в старости Регулярные медитации Позволяют Улучшить внимание Быстро обрабатывать Информацию То есть Человек Будет принимать Более верные Решения Вот если Человеку нужно Например Те женщины Которые Надеюсь Придут Ко мне На ретрит Соберяются Открыть Бизнес Ну Я думаю Что после Ретрита Они в этом Хорошо подумают Но во всяком Случай А может быть Выйти замуж А может быть Развестись К сожалению А может быть Стать Лучшей женой Это самое главное То есть Большинство Женщин Которые Придут Наверное Все таки Будут Уже Замужем И просто Стать Правильно Более Насыщенной Женщиной Та которая Может Поделиться Со своим Мужчиной То есть Люди Которые Медитируют На самом деле Если даже Они Принимают Медикаментозные Препараты Связанные С депрессией С стрессом То Антидепрессанты Они могут Снизить Антидепрессанты Потому что В принципе Медитация Это Вместо Антидепрессантов То есть Еще Один Еще Один Очень Удивительный Факт Человек Становится Более Креативным То есть Творчество Творчество Очень растет У человека Который Перестает Очень много Думать Именно Думать И думать Не думать О том Что Действительно Нужно А думать Просто Ну вот Те мысли Которые Дурацкие Мысли Которые Крутятся О прошлом Или о будущем Просто Очень многие Люди Не умеют Я не хочу Сказать Опустошить Свой мозг Ну Выбросить Вот эту Вот Ненужную Информацию Она Накапливается Накапливается Самое ужасное Эта информация Ведь о чем Или о прошлом Или о будущем То есть Мы Живем В прошлом То есть Я был такой И этот Сказал это И тот Сказал то Или мы будем Вот у меня Будет так А это Я должна Буду Сделать так А это Должен Сделать так То есть А сегодня Что Вот А медитация Помогает Самое главное Это быть Здесь И сейчас Вот поэтому Мы сейчас Здесь И сейчас Прервемся На рекламную Паузу А потом Обязательно Это продолжим Оставайтесь С нами Уважаемые Дамы Господа Мы Возвращаемся В программу Нины Бастет Неочевидные Но вероятные Номер телефона В студии 847 400 5200 Нина Прошу вас Итак Мы До того Как мы Вернемся К Программе Я опять Хотела Объявить Мероприятие Которое Будет Очень скоро И Это мероприятие Называется Ретритом А вот Что такое Ретрит Это Такое Слово Которое Мы все Пытались Перевести То есть Вроде бы Ретрит Это Отступление Отступление От чего Так вот Ретрит Это Уединение Для Внутренней Работы То есть Это Отдых Очищение И Восстановление И Просто Слово Ретрит Перевода Нету Время Ретритов Используется Для Размышления Для Молитв Медитаций Ретриты Очень популярны В йога Культуре В христианстве И Рассматриваются Ретриты Вот Как Отражение Вот Этого Поста Сорокодневного Поста Типа Да Есть Еще Одно Слово Перевод Это Перезагрузка Перезагрузка Да Вообще Это Правильное Слово Наверное Перезагрузка Это То Куда Люди Просто Уходят Отключаются Вот Даже Когда Человек Уходит От Людей Он Говорит Я Практики Многие Они Говорят Я ушел В ретрит То Ушел В ретрит Это Ушел В себя Забыл Вернуться Но Мы Вернемся Не Забудем Потому Что Наш Ретрит Будет Всего Два Дня Итак 21 Июня День Летнего Солнцестояния Это Один Из Молодость Красоту Увеличить Силу И Привлечь К себе Мужчины Если Его Еще Нет Или Привлечь Счастье В дом Свою Семью Со Своим Мужчиной Мы Проводим Ретрит 21 По 23 Июня В Вискансине Это Женский Ретрит Для Оздоровления Наполнения Женской Энергии Который Поможет Участницам Укрепить Себя Улучшить Свои Отношения В семье Привлечь К себе Любовь И Хорошо Отдохнуть От своих Каждодневных Забот Наша Группа Очень Маленькая Места Еще Есть Поэтому Присоединяйтесь Питание Будет Разгрузочным Без мяса И рыбы Сбалансировано Чтобы освободиться От токсинов Постройнеть Помолодеть И приехать Отдохнувшими И красивыми Мы поговорим О том С чего начать Выстраивать Каждый Свой день Как наполняться Энергией Какие Вопросы Задавать И как Правильно Расставлять Приоритеты В жизни Итак Если вас Это интересует Звоните За информацией 224-688-0155 А сейчас Мы поговорим О том Все таки Про энергию И как Использовать Вселенскую Энергию Чтобы оставаться Молодыми И как Обмениваются Энергиями Мужчина И женщина И почему Она Все таки Отличается Что должна Делать Женщина И что Должна Делать Мужчина В современном Мире Существуют Две Такие Интересные Крайности В западной Психологии Сейчас Модно Говорить О том Что Мужчина И женщина Равны У нас Во всем Равенство Мы Все равны Все Гендерные Роли Отменены И надо Не забывать О том Что Даже Все Исследования Научные По Здоровью И по всему Делаются На мужском Теле Ну Все Наружу И даже Детям Навязывают Гендерное Поведение Покупая Например Девочкам Другого То есть Ну какая Разница Он Мальчик У него Будет Розовая Кофточка И так Далее А потом Мы Жалуемся Что Происходит Но Другая Крайность Есть Тоже Это Восточная Философия И сегодня Это Восточная Философия У нас Западный Мир Очень Сильно Популярна Мы Говорим Сейчас За популярностью Вед Возрождается Славянство И Мусульманское Общество Тоже Приобретает Важное Значение То есть Именно Религиозность А в этих Обществах Наоборот Подчеркивают Разницу Между Мужчиной И женщиной То есть Девочкам Рекомендуют А иногда Даже Запрещают Учиться Работать Выражать Своё мнение И так Далее Но Истина Где-то Посредине То есть Нужно Учитывать Естественные Различия Мужского И женского Организма И Учитывать Опыт Предыдущих Поколений Когда Женщину Действительно Женщине Запада Во всяком Случае Пришлось Освободиться От Эго От И как это Сказать Эго Мужчины Да От гнета От гнета И Поэтому Это То к чему Это привело Если Гриб Перегибы Насили Как у нас Помните В советском Союзе Вот Поэтому То есть Да Женщинам Пришлось Освободиться От этого Гнета Но Тем не менее Эти женщины Западные Дали Взяли Это Очень Далеко И Сейчас Выполняют Мужские Роли А Хорошо Ли Это Для Женщин И Хорошо Ли Это Для Мужчин Вот Сейчас Мы И Разберемся Причем Выполняют Мужские Роли Во Всех Во Всех Отношениях Да Но Тем не менее Говорить О равенстве Тоже Странно Мы Не Одинаковы То есть Мы Самое главное Надо понять Что Мужчина И Женщина Две Разные Формы Жизни Да То есть Мы С Луны А вы С Марса Да Да То есть Будем Так Говорить Ну Или Откуда То Да А Поэтому Наша Энергия Женская Энергия Энергия Луны А Мужская Энергия Энергия Активная Энергия Солнца Поэтому Чтобы Мы Не Делали У Разная Энергетика Но У нас Разное Строение Тела Мышцы Которые Качаются В Сэрфолсклабе По Мужскому Принципу У Женщин Даже Они По Другому Расположены Об Этому Им Не Говорят У Нас Разные ДНК Очень Интересные ДНК Была Значит Шокирующее Открытие Сделали Недавно Американские Антропологи Это Будет Очень Интересно Тем Людям Которые Уникальный Эксперимент Они Выяснили Что У Мужчин И Обезьян Разница В ДНК Не Более Одного Процента А Вот У Женщин И Обезьян Разница Почти Пять Процентов Интересная Поэтому Говорят Что Если Мужчина Чуть Чуть Красивее Обезьян Он Не Красавее Да Ну Главное Внешность Тоже Не Важное Главное Чтобы Что Дальше Там В голове Там Что У Мужчины Женщин Разный Гормональный Фонд То Есть Мы Знаем Что У Женщины Когда Говорят Играют Гормоны Во-первых Нельзя Отрицать Что Мужчина Они Тоже Играют У 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 Мужчина Родить Не Может Каким Функции То Есть И Самое Главное У 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 Вопрос Это Хороший Вопрос То Есть Вообще Наша Энергетика Это Мы Все Думаю Слышали Очень Многие Люди Инь Янь То Есть Янь Это Мужская Активная Светлая Солнечная Энергетика Инь Это Женская Энергетика Энергетика Луны Темная Мутные Воды То Это Вот Все Это Разница Между Нами Но Тем Не 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 Может Быть Без День И Все Люди Наверное Кто Видел Значок Инь Янь Это Как Два Вот Таких Рыбки Да Но Тем Не Менее В каждом Белой Рыбке Черное Пятнышко А в Черное Есть Белое Пятнышко То Как мы Говорим Мужская Психология Должна Быть Мужчина Должен Иметь 20% Женского Начала А Женщина Обязательно Должна Иметь 20% Мужского А вот Кружок Кружок Есть Такой Тоже Очень Важная Вещь О Котором Я Сейчас Буду Говорить Это Кружок Это Называется Чакры Я Не знаю Наверное Многие Согласны Потому Что Чакры Уже Стало Такое Очень Популярное Слово И Чакры Это У нас Много Чакр Но То О чем Мы Все Время Слышим У нас 7 Главных Чакр Они Расположены Вдоль Нашего Тела На самом Деле Мы Показываем Всегда Впереди Но Расположены Они Сзади Это Как Вортекс Слово Вортекс Это Вот Как Водоворот Или Воздуховорот Как это Сказать Водовод Ворокс Это Водовод Воздуховорот Так вот Это На нашем У нас В теле Есть Определенные Определенные Вот Эти Чакры Это Энергетические Центры Через Которые Человек Обменивается С миром Энергии То есть Он ее Получает И отдает И как Работают Эти Чакры Вот Работают Они У нас По-разному То есть Какие-то Чакры Дают Какие-то Получают И у Женщины И мужчины И об этом Есть Очень Большая Разница Я Не буду Нагружать Всех Названиями Чакр Поэтому Я буду Пытаться Сказать Их В более Таком Каждодневном Понимании Этого Слова Если Какая-то Чакра У человека Блокируется И он Не может Отдавать Достаточно Энергии Своему Партнеру В отношениях То Партнер Должен Усиливать Отток Этой Энергии Через Другие Чакры И тогда Получается Полный Перекос Например Мужчина Не может Обеспечить Женщину Женщина Вынуждена Тяжело Работать И решать Вопрос Мужским Путем Энергию На это Она берет Из женских Чакр И в результате Она становится Бабой С яйцами Но при этом Она теряет Свою привлекательность Сексуальность Но не для всех Во всяком случае Это не всегда Способность Дарить И получать Сексуальное удовольствие А ее сердечная Чакра Оказывается Пуста Потому что Она я только что Использовала Совершенно На добывание Себе И обеспечение Семьи Правильно И она уже Не способна любить И наоборот Если женщина Женщина не дает Мужчине Уюта Радости И любви То он оказывается Не способным Реализовать себя В социуме И часто Такие мужчины Становятся Вот сидит на диване Или алкоголик Или изменщик И просто Или сидит на диване И ничего не делает И поэтому Очень важно Даже детей С детства Воспитывать В правильном В правильном понимании Мы не говорим О том Что девочке Вообще не нужно Получать образование Но тем не менее Она должна понимать Что В чем ее Главная задача Все таки Ее главная задача Эта задача Не потому что Там она девочка Мы говорили Много раз о том Что люди Мы в этом теле Только эту жизнь То есть В какой-то жизни Может быть Вы были Если мужчина Был женщиной А женщина Мужчиной И чем больше Например мужчина Гнобит женщину Тем больше вероятность Из того что он будет В следующей жизни Женщиной Именно не потому что Это будет Нагазание Зарабатывать Веркарму Это не потому что Да Карма это не наказание Это просто Он скажет Зарабатывать Он просто Когда там Пойдет наверх Он поймет Как он был неправ И скажет Дай-ка я проживу В образе женщины И посмотрю А как же это было Вот поэтому Очень важно Не опекать мальчиков Не задаривать их подарки Дать им Возможность Принимать решения А не ограждать их От трудностей При этом От трудностей Нужно ограждать девочек Любить их беззаветно Не критиковать Ведь наши Вы посмотрите На людей Советского периода Ведь даже критика В каждом слове В каждом взгляде А девочкам Это ни в коем случае нельзя Сама через это прошла В том смысле Что Сама тоже Неправильно давала Воспитание Своим детям То есть Чего меня учили Тому я учила Но тем не менее Сегодня я это понимаю И просто изменилось И такой путь развития Мужской путь развития Для женщины Это путь саморазрушения А для мужчины Путь развития По женскому пути Это деградация То есть Если женщина Не перестает Жить по мужским правилам То уже к 30-35 годам Она постоянно Она устает От этой постоянной борьбы Конечно Ее называют Как ломовая лошадь Ломовая лошадь Она устала уже бороться с собой Потому что это не ее натура Ну труд Да Там она боя Просто Стала мужчиной А это не она И такие женщины Если к 40 годам Не выпрямится Наблюдается полное Эмоциональное Физическое устащение Женщина чувствует себя В принципе полумертвой Поэтому Именно для этого Опять же я говорю Есть определенные практики Определенные вещи Которые женщина Должна для себя Любимой делать Потому что Если сама себя Любимая Ты не полюбишь То и мужчина Не полюбит И ценить не будет И даже если захочет Вценить Он не сможет Потому что Мы не даем То есть женщины Некоторые Не дают мужчине Проявить свою мужскую сторону Итак Говорим про энергетические центры Мы начнем снизу вверх То есть у нас есть Первая основная чакра Которая корневая Так вот это мужская чакра Где мужчина Отдает женщине энергию Мы говорим про отношения Между мужчиной и женщиной И желательно конечно Чтобы это были между Твоим мужчиной И твоей женщиной А не просто связи Мужчина предоставляет Своей женщине И ее детям Защиту и безопасность Отчего же он ее защищает В первую очередь От любой внешней опасности Построение внешних связей Семьи должно происходить Через мужчину Мужчина решает Все конфликты С внешним миром Например Если сын Сделал какую-то гадость Соседям То не мама должна бежать Защищать сыночка А решить конфликт Должен папа И мужским методом А не сказать Мой сыночек Там такой бедный Несчастный Нет Это должен быть Правильное наказание Если оно должно быть Извинения То есть Ну много разное О чем говорят Что произошло Да Даже входную дверь Должен открывать хозяин А не женщина Потому что Неизвестно кто пришел Так что Если эта связь Это потому что Это и есть связь С потенциально опасным миром От которого нужно Женщину уберегать И дать ей защиту А вот Если Здесь Двустороннее То есть Мужчина дает Женщина принимает Это этим же центром Это самый центр Нижний Между вот На кончай Где Ну Где ноги растут Называется А вот Если женщина Не может принимать От него безопасность Он становится Агрессивным Вспыльчивым И ревнивым Это приводит К общему Упадку сил К сексуальной потенции Оставляет Жевать лучшего Поэтому важно Чтобы мужчина Брал на себя Ответственность За выживание Своей семьи А женщина Позволяла ему Это делать То есть Это двусторонняя работа Это дорога С двухсторонним движением То есть Если мы говорим Любовь Там это в одну сторону Типа Я тебя люблю И все Не жена Ничего взамен То отношение Это постоянная работа Работа То есть Балансировка Чакр Очень важна Это кстати Одна из техник Которую я буду проводить На ретрите То есть Мы будем балансировать Эти чакры Перейдем Второй Сакральная чакра Или сексуальная Это что мы называем Чакра Находится немножко Ниже пупка Так вот Это женская чакра Здесь Женщина Отдает энергию А мужчина Принимает Женщина Помогает Мужчине Достигать Наслаждения Он с ней Учится Испытывать Радость Жизни И познавать Тонкие Грани земного Удовольствия Потому что Мужчинам Как правило Ничего не нужно Сверх самого необходимого Это Они так думают Что они Делают все Для себя То есть Даже самый сильный эгоист Он просто не понимает Все что он делает Он делает Чтобы понравиться Женщине Чтобы завоевать Женщину Поэтому было столько Воин Во имя женщины Это просто Потерянные Потерянные мужчины Которые не понимают Этого А мужчине На самом деле Ничего не нужно Он просто Аскетическую жизнь Может вести А все что он будет Делать Это делается Для женщины А женщина Для него готовит Вкусную еду Дает ему уют Организует для него праздники Танцует для него Эротические танцы Ласкает и обнимает его И дарит сексуальное наслаждение А вот если мужчина Не получает Достаточно энергии Вот с этой чакры Со второй чакры Со своего Второго энергетического центра От своей женщины Он не может Реализоваться Более Уже В обществе В социуме По своим верхним чакрам Потому что Мужчины верхние чакры Очень важны То есть Он становится Неспособным К совершению В социуме Карьере В финансах Часто такие мужчины Добирают энергии На стороне И заводят любовниц То есть У женщины Вот эта нижняя чакра Это очень-очень Сильный энергетический центр Это там Где находится матка Потому что Это там Где мы рожаем То есть Для чего это все нужно Наверное Не самое главное Не только для мужчины Но и для того Чтобы выносить Правильное потомство Дать Правильных детей Своему же мужчине В случае Нарушения Течения энергии Женщин появляются Всевозможные Женские болезни То есть Это уже на физическом Плане А мужчина Как бы не может Реализоваться В социуме Именно поэтому Как я говорю День наполнения Энергией Ретрит Наполнения себя Женской энергией Это именно Самое главное Место Где женщина Наполняется энергией Следующий Наверное В это же время Идет какая-то Балансировка Балансировка Всех чакр Потому что Как я раньше сказала Если идет Где-то недостаток То Мы все равно Где-то должны Использовать энергию То есть Мы ее берем С другого места Дисбаланс И уже Перекручивается Все чакры Следующее Это солнечное Сплетение То есть Это центр Солнечного Сплетения Или пупочная Чакра Это мужская Чакра И мужчина Здесь отдает Энергию Женщине И для чего Он это делает Это чакра Воли То есть Это вот Здесь вот Находится Для него Очень важно Для мужчины Чтобы его Уважали К ним Его мнению Прислушиваясь Он ожидает От своей Женщины Послушание До какой-то Степени Да Хотя бы До какой-то Степени Дорогие Женщины Дает Своей Женщине Социальный И материальный Статус Зарабатывает Деньги Именно Этим Центром Он стоит У струвала Корабля Который Называется Семья И задает Направление Всей системе А вот Если Он У мужчины Не сбалансирована Эта чакра Он становится Жадным Жестоким Притом Человеком Который Не может На себя Взять Ответственность То есть Он не может Взять Ответственность Не только За себя Ну Я уже молчу Про семью У женщин Если у нее Разбалансирована Эта чакра То есть Вроде бы Она должна Получать А она Не получает Она Тогда Становится Берет Контроль Своей руки И Становится Властной Карьеристой Корыстолюбие И Очень часто Именно Такие Женщины Имеют Два Варианта Жизни Или Слабый Мужчина Или Просто Одиночество Поэтому Очень часто Карьерные Женщины Умные Умницы Красавицы Одиноки Потому что У них Они Они Не знали Не знают И не знают Как сбалансироваться Следующее Это Очень важная Женская чакра Это Сердечный Центр Это Наше Сердце Это То Как мы Дарим Любовь И Это Женская Чакра То есть Женщина Наполняет Любовью Мужчину И Всех Вообще Вокруг И Нужно Понимать Что Эмоционально Женщина Намного Сильнее Мужчины И Когда Мы Говорим Мужчина Сильный Пол То Мы Имеем Ввиду Только Физическую Силу А Вот Это Эмоциональное И Психическое Состояние Это Женская Сила И Мужчина Чувствует Себя Ненужным Несчастным У него Не хватает Сил Чтобы Куда-то Стремиться Нет Стимула И Если У мужчины У мужчины Начинает Работать По Женскому Принципу То Он Часто Теряет Свою Мужскую Привлекательную Женщины Перестают Его Уважать То есть У обоих Полов Это Должно Работать В балансе В правильном Получай И Отдавай То есть Следующий Это Горловой Центр Это Мужская Чакра И Через Это Творчество И Созидание То есть Для каждого Мужчины Очень важно Знаешь Посадить Дерево Построить Дом И Родить Мальчика Да Или Вообще Воспитать Да Если Человек То есть Мужчине Важно Не Не бояться Высказывать И Оставить Своё Мнение В социуме И Он Это Его Чакра Он Отдает Ей Энергию Если У него Не работает Эта Чакра То Появляются В комплекс Неполноценности Самоедство А у Женщин Которые Это Часто Работают По Мужскому Принципу Активизируется Поиск Самой Себя В социуме Дети Перестают Иметь И Семья И Не Важно И Она Слушает Только Самой Себя И Опять Ж Теряет Мужчину Рядом С собой Следующее Это Третий Глаз Это Женская Чакра Мы Уже Много Раз Говорили О том Что Женщина Имеет Гораздо Сильнее Развита Интуиция Способности К магии Ясновительные Поэтому Мы Говорили Женщина Богиня И Женщины Ведуньи То Ведуньи К сожалению Слово Ведуньи Не Используется От Слово Ведать Да А Это Именно Вот Кто У нас Эти Как Как Мы Ведьма Да Вот Слово Ведьма Вдруг Забыла А Вот При Нарушении Работы Чак Вот Этой Третьего Глаза Мужчина Тоже Да Он Становится Ближе У него Проявляется Ясновидение Магии Основе Но Тем Не Менее Он Становится Более Инфантильным Начинает Летать В облаках И Я Кстати Встречала Здесь Таких Мужчин Которые Вот Они По Духовному Идут Называя Это Но Тем Не Менее Социум Не Проявляется А Если У Женщины Эта Чакра Закрыться То Это Вообще Ужас Для Семьи Она Не Может Правильно Направить Посоветовать Своему Мужчине Что Ему Делать В Жизни Куда Ему Ити То Е В принципе Это Очень Она Не Будет Правильно Воспринимать Мир Не Соединена С Богом Ну Соединена С Богом Но Немножко По-другому То Есть Она Это Очень Становится Восприятие Ограниченным И последняя Чакра О которой Мы Говорим Это Чакра Нашей Связи С Богом С космосом И На самом деле Всегда Испокон Веков Считалось Что Это Мужская Чакра Но Сегодня У нас Равенство Поэтому В принципе Мы Все Стремимся К Богу И Наверное Это Правильно Это Духовно Сегодня У нас Даже Рыба И Женщины То Есть С древних Немен Эзотерики Считают Духовными Учителями Только Мужчина А сегодня Уже Может И Женщина И Так Вот Именно Балансировка Этих Чакр Этих Наших Энергетических Центров Через Много Разных Практик Питания Насыщение Кислородом Воздухом Это Именно То Что Я хочу Предложить Тем Кто Сможет Присоединиться К нам На Ретрит В день Летнего Солнцестояния С 21 По 23 Июня Вискансине И Дорогие Женщины Нас Будет Очень Мало Мы Будем Практиковать Насыщение Энергии Балансировку В течение Лечебных Камней Кристаллов То То Те Практики Которые Я покажу Люди Получат Кстати Целый Наборчик Камней Кристаллов Для того Чтобы Это Дома И Эфирных Масел Питание Будет Разгрузочным Без рыбы И мяса Без рыбы И мяса Так что Вы приедете Постройневшей Это Начало Прекрасное Начало Чистки Для Любой Женщины Поэтому С 21 По 23 Июня Присоединяйтесь К нам На Женский Магический Ретрит Для Оздоровления И наполнения Женской Энергии Этот Ретрит Поможет Участницам Укрепить себя Улучшить Свои Любовь И хорошо Отдохнуть От своих Каждодневных Забот Звоните За информацией 224-688-0155 224-688-0155 Знаешь Я У нас Еще Буквально 15-20 Секунд Я Сейчас Слушал Тебя Про Чакры И так Далее Отношения Мужчины Женщины У нас В школах Есть Sex Education У нас Есть Religious И так Далее Абсолютно Не учат Нигде Как Быть Женщиной Вот девочек Не учат Как быть Женщиной И наверное Вот когда-то Это было Намного Проще Потому что Мамы Были Дома И отдельные Школы Были Для Мальчиков Для Девочки Мамы Были Дома Они Объясняли Они Учили Но это На западе Только На востоке Всегда Это Сохранилось Восточные Женщины Знают Как Что Для чего Делать Потому что Именно На женщине Завязано Счастье Семьи Хотим Мы Этого Или Нет Поэтому Присоединяйтесь Не присоединяйтесь Так просто Будьте Счастливы 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 Счастливы